здорово неплохо сыграно темп соблюден а теперь барабанная дробь показываю аниме которые умею я вас пожалуйста сюда а перед началом хотел бы посоветовать вам канал моего знакомого айсмана который любезно предоставил мне камеру для съемки обзора на плюшки с близкона если бы я еще фокусом умел пользоваться ля айсман на своем канале снимает хорошие обзоры на различные метовые колоды и составляет их топы на его канале вы найдете много геймплеев и обзоров с хорошей подачей и материалом ну и конечно же куда без халявы прямо сейчас у него проходит розыгрыш нового приключения как я уже и сказал контент у него хороший вот подписчиков маловато так что давайте поднажмем а может еще что и выиграем все ссылки вы найдете в описании всем привет приветствую с моим канале за микрофоном как 100 плагиат и в этом ролике мы с вами начнем рассматривать колоды которые появились с выходом третьего квартала все доброго пробуждения галакрон до нового приключения в хардстоун которая появилась совсем недавно 4 числа потом появится 9 и это уже будет завершение все карты мы получим наконец-то легендарный маговский рено будет в игре хотя его и сейчас можно сделать эх близард как классно что вы такие криво руки ладно в общем сегодня мы с вами посмотрим на класс шамана который готов поглощать абсолютно все карты которые выходят с приключением и они там это из того мема берет шаман карту она ему как раз и это применимо абсолютно практически абсолютно ко всем картам которые выходят для этого класса либо просто нейтральные нейтральным нейтральным путем и сейчас покажу что значит здорово неплохо сыграно темп соблюден попались мы на друида с квестом лол я только что это понял я думал это побочная задача но нет этот друль сумасшедший он думает что он сможет что-то нам противопоставить я надеюсь что нет но опять же you never know полетели кабельщик зла полетели сейчас крага превратим во что-нибудь более сексуальное да еще и за пять маны 76 душилова начинаются хотя из-за него мы не можем разыграть ничего что нам барабым придумает но ничего если что барабым mvp мы это и так все прекрасно знаем да и зефриса я сыграть тоже смогу прямо сейчас потому что видимо других плеев не будет да не будет очень жаль но давайте охренеем от того что у нас карты такие дорогие молот рока неплохо высокогриф нас по-любому будут варианты получше чем высокогриф на следующем ходу особенно когда он сейчас азисными волноплесками зачистит этого огромного аллочного наемника поэтому здесь я возьму молот рока чтобы он был на будущее для зачисток либо он сейчас просто меня задушит сыграть звездопад не знаю о все это душилова душилова пошла что-то душно класс ну нет ты не очень хорош прямо сейчас давай лучше нет хега полетели байтим оазис оазисных волноплесков на смерть понимаю чё бум там нет извините там отсутствуют твои бомбы давайте хагату посмотрим сможем ли мы тут камбэк о боже конечно сможем еще спрашиваешь сглаз это очевидно здесь нужен потому что там забей какие могут быть существа я только что понял что мы можем сделать и понял что друид это не законтролит вообще вы понимаете о чем я да я думаю вы понимаете фишка данной колоды является то что с новыми картами во-первых бандитка с пистолетом она прям супер супер помогает иногда особенно против агрессивных колод которые любят ли роя сыграть сделать ли роя за 10 маны или больше если вы попадаетесь на друида с увеличением который там у него лерой за 6 все не разыграть а под обилкой ну извините там карты будут стоить больше 10 маны или 10 даже если они стоят ноль и у них есть боевых лич таких карт нет и с учетом новых карт приключений данная дека получила хлебный отзыв лол получила те самые необходимые карты которые закрыли дырки в темпе и сейчас на этом шамане принципе можно поиграть давайте сделаем так и нашу эту бандитку с пистолетом и уже тогда разыграем наше бревно окей все сейчас карты с боевым кличем отлетают хотя там их и не так уж и много у него там больше выберите не помню чтобы там был боевой клич выберите эффект такого типа нет или есть ладно не буду забивать голову главное нам сделать супер плей при помощи дуртварского ужаса этого окей надеюсь он хоть на секундочку встал и такой блин я не могу что-то разыграть господи как классно играет этот шаман на моргле ой моргл привет окей а теперь барабанная дробь показываю аниме которое умею я глаз пожалуйста сюда жаба в жабе жаба без смс регистрации жаба в жабе отлично полетели у нас есть четыре маны на следующем ходу что мы сделаем я надеюсь что мы поставим эту штуку 8 8 натиск пожалуйста поставь дракона мариха с такой я сущностью магии да нет да выйди из окна со своим плеем этим карма или что я не понимаю он вышел что это за 3 до 2 не понимаю алё дядя нормальный цветом ой не это номер два после того недоразумения который наверняка войдет в историю и мы попались на мага довольно медленные деки но у меня не получилось сделать мульган который я хотел потому что против таких вот медленных колод хотелось бы оставлять небесного генерала крага хотел бы хотелось бы оставлять наверное светика и вот главное это тотем зла что нам нужно потому что на начальных этапах если ему не зайдет бихание дракона по моему новая единичка то он не зачистит наш тотем и он принесет очень много вэлью за счет этих самых прихвостней которые нам помогут завершить квест побыстрее да и вообще получить дополнительные ресурсы ко мне в руку пришел браконьер драконий пасти который в принципе поможет потому что этот маг точно играет с драконами потому что сейчас практически каждый уважающий себя мах играет с драконами поэтому я надеюсь что он прямо сейчас такой монетка дракон я такой браконьер и полностью ломаем у темп нет не повезло не подфартило надеюсь с барабымом повезет он сейчас такой ху и превратится во что-нибудь такое чего я точно не ожидаю и вы тем более не просто пойдем фейс барабымич пожалуйста самое классное что можно с барабыма на пятом ходу получить это наверное будет не только ло чернокнижника но и бран который синергирует с нашим нашу декой без повторок нет спасибо лучше так лучше землю жрать кусками чем вирису выставлять согласны узнали оставляем молнию можно было в принципе здесь и отдать если мы на следующий ход планировали бы ставить барабыма который превратится в очередную бесполезную фигню но я лучше понадеюсь на нетхега больше и забачу его на что-нибудь под названием волна огня как и могли заметить колода естественно дорогая и принципе ей смогут поиграть лишь те кто уже давно играет на архетипе шамана кто чей это для кого-то любимый класс и есть практически все карты естественно для зефрис колоды и зефрис контроль колоды себя стоимость полностью оправдывает не думаю что здесь кто-то будет возникать типа а ее и хорошо а ее и хорошо с этом это делать или нет сейчас надо думать подождите не не стоит давайте просто нетхега поставим не будем выпендриваться хотя здесь он и при помощи получается ну да пусть используют здесь он просто чистит еще и при помощи blizzard всю эту шляпу потому что он на добивает наши яйца наши яйца микроботами малигас просто идет там фейс а так у нас остается только бедный нетхег 5 3 замороженный ну ладно мы с этим справимся не хотел уязвать и лизу потому что подумал что карты несут в себе столько ценностей сколько хотелось бы и лучше я подожду какого-нибудь более хорошего лучшего морфа она тем более мы еще и карту можем сжечь принц лим лучший морф чекай погнали сделаем хагату здесь не планируется двойного боевого клича поэтому как-то так пусть бы буря усилить ради мемов окей пусть будет буря усилить мы получили еще один хекс это очень хорошо и вот прямо сейчас хотел бы отметить что на данной колоде у вас возможно с первых с первых разов с первых попыток будет не очень хорошо получаться играть даже несмотря на всю ее мощь на всю ее силу особенно с обновленными картами которые как я уже чуть раньше сказал закрывают дырки в темпе что позволяет этой деке просто чувствовать себя замечательно на каждом этапе игры если вам вначале не зайдет не зайдут самые тяжелые карты что является бичом всех контроль колод если вам приходят все ваши тяжеленные картишки то вы к сожалению не знаете что с ними делать и проигрываете здесь нужно понимать и отдавать себе отчет о том что нужно вытягивать максимальную ценность из каждой карты и следить за тем чтобы вот чтобы каждый ход у вас был максимально эффективен чтобы вы выжимали все возможные всю возможную ценности с каждой вашей карты почему я сейчас немножко запинаюсь потому что я хочу сказать value но потом вспоминаю что под одним из прошлых роликов там чувак оставил комменты типа почему этот крик дятел он так не сказал но я попытаюсь передать его мысли почему он постоянно говорит какими-то непонятными словами я как новичок не понимаю пожалуйста помогите и там учел на примере в элью объяснил что это ценности что это такое спасибо поэтому я постараюсь говорить именно не англицизмами а нашими русскими терминами чтобы было более понятно хотя по факту если вы играете в хардстоун и смотрите за стримами там хотя бы несколько месяцев то вы уже должны войти в раш понимание этой задротской среды но ничего ничего о боже класс а а теперь пожалуйста ло но барангидон понимаю ладно давайте алик сразу сделаем у нас тут добивать точно не будет вот о чем о чем этот маг может быть так точно не берст уроне первое заклинание я его еще не сыграл так что давайте искать так окей она не состоят раз звучит заманчиво кстати теперь мы друзья здравствуй тоже звучит заманчиво можем на самом деле знаете как сделать вот так посмотрим что у нас там за друзья с кем нам здороваться хэзэ с ним мы не друзья актасари да я охерее если еще здесь актасари появится лучше ему этого не делать хочу отметить также что за этот видос вы точно не научитесь всем фишкам которые нужно знать касательно этого шамара тут нужно понимать именно что каждая карта делает как они синергируют между собой и против кого попадаетесь то есть по сути вот этот вот шаман даже несмотря на то что сейчас многие считают шамана какой-то полной глиной особенно с учетом этого квеста который вызывает не очень нужные флэшбеки для людей которые играли против шаманов агрессивных на этой вот на этом квесте стоит отдавать себе отчет что это далеко не агрессивный шамана как раз таки как раз таки контроль увы и давайте так давайте так давайте так что это о здрасте о ну вот это я понимаю более усилитель в общем то чуть раньше о чем я говорил это о том что лучше посмотреть за геймплеем этой колоде на стриме потому что это долго это интересно и это постоянное обсуждение ходов постоянные варианты и за этим реально интересно наблюдать окей головоломка твой последний оплот братан ага давай хорош оставь оставь это тебе не стоит этого делать гром не простит гром задира тупо нет ладно доктор бум как всегда убежал минус мана проверяй спасибо хо 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 хорошо ну чё выход нет слушай отражается о о о о о о о о о хо 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 стоп а он увеличит до а нет до 12 карт окей там нет такого что ваши Окей Полетели А что, у моего шамана тоже есть Некоторые приколы Давайте бандитку бахнем, чтобы там никакие Злые языки Не затриггерили нас Я это разобью, хочу громом добить Хочу добить громом Гром непобедимый Гром слэш непобедимый задира Да, ну Опа, кто-то играет на моем маге Ты что делаешь такое? Что такое выдумал? Поигром страшный будет Почему? Он был лучше раньше Раньше было лучше Тетус, давай Подсоберись Так, что это? О, можно великана поставить Люль Давай великана И второго великана Ой Так, он три стоит Сейчас надо Вообще-то важно Так, давай два Бурст урон На шесть Куда? Хрен Ой, развлекаюсь Шо не могу По-моему, кстати, был летал Подождите Да, был летал Зефрис бы дал мне, получается, два лизных шока И я бы под электрой залетал бы По идее Ой, ребята Не обращайте внимания на то, что я месту Я это понял, по крайней мере Поэтому Не ставьте дизлайк, ставьте лайк Братан, у тебя даже не Не десять маны Чтобы мне бахнуть в водоворот свой Кстати говоря, заметьте Он депресс не мог на прошлом ходу сыграть нормально Потому что Моя бандитка сыграла Все, давай выходи Посмотри, что тут есть Да, да Почему бы не раскидать всех Действительно Класс А теперь Показываю вам Кобальда Который стреляет Дайте летал за ста пить Почему мне это не получается сделать Алло Ладно, меняем Ооо, за что? Воп Что это за говно? Во, вот это нам подходит Это грома Как раз таки пробафает Как надо Сверхурочная работа Проверяйте Так, у нас уже есть Один Этот Одна перегрузка Поэтому нам больше перегрузки не надо Имбова Иметь столько карт в руке Окей Ой Шомину сразу нужно На этом дрожжеглоте Давай 12 карт В руку Потому что Эх, как же много тут всего Давай, маг Успокаивайся Колец газ И всего доброго Вау Если бы там была провокация Все Это было бы просто Я гром Задира Я задираю Нет Красиво Что ж На этой ноте Геймплей подходит к концу Получился он довольно таки Интересным и веселым Если вам понравилось То ставьте лайк И подписывайтесь на канал Код данной колоды Вы сможете найти в описании И если вы хотите больше геймплей По данной колоде То приходите на ближайшие стримы Где мы как раз таки Попробуем разобрать Различные стороны Этой деки Попробуем поиграть на ней Куда дольше И таким образом Вы получите куда больше Объяснений Нежели в этом геймплее Потому что Как я уже и сказал Нужно записывать больше часа Наверное На этого шамана И выкладывать Чтобы вы примерно поняли Как тут каждая карта Синергирует И что она делает Ну а за микрофоном был Как сюда плагиат Еще раз большое спасибо За просмотр Приходите на стримы Подписывайтесь на канал Подписывайтесь на мою группу Вконтакте Хороших вам каток Больше вам звезд И увидимся в следующем ролике И на следующем стриме Субтитры сделал DimaTorzok